Самые эффективные упражнения для снятия боли в плече. Меня зовут Сергей Длин, невролог, остеопат, врач превентивной медицины. И сегодня я покажу вам очень эффективные упражнения, которые помогут избавиться от боли в области плеча. Боль в плече обусловлена очень часто так называемым плечо-лопаточным периартрозом. Когда возникает напряжение вокруг всей части плеча, то есть возникает напряжение всех мышц плеча, и передней группы, и задней группы, из-за спазма нарушается микроциркуляция и питание самого сустава, и возникают боли в области крепления сухожилий мышц. То есть само по себе, сам по себе плечевой сустав – это очень сложная система. Во-первых, там несколько суставов, во-вторых, крепится огромное количество мышц, которые идут и от шейного отдела, и от грудного отдела позвоночника, и от предплечья. То есть структура сложная, и всё это в спазме. Поэтому и болит из-за того, что возникает воспаление. Итак, переходим к упражнениям. Итак, переходим к первому упражнению. Делается оно, выполняется оно на полу. Встаём на четвереньки, ручки ставим немножечко подальше от себя, и та рука, которая болит, она находится на полу, и другую руку мы ставим на запястье, на руку. При этом фиксируем руку, которая болит, на полу. Попой тянемся к пяточкам и стараемся растянуть суставную капсулу больной руки в области плеча. То есть вы будете ощущать напряжение, натяжение, небольшие болевые ощущения. Это всё допускается. И чем больше вы опускаете ягодицы к пяткам и усиливаете натяжение в области плеча, тем лучше вы растягиваете суставную капсулу и усиливаете микроциркуляцию в области сустава. Очень важно. Это упражнение должно проходить с умеренной болью. Никаких острых болевых ощущений не допускается. Удерживаем это положение в течение 40 секунд и повторяем его 3 раза. Следующее упражнение позволит разгрузить мышцы, которые отвечают за повороты, ротацию, супинацию в области плечевого сустава. Ложимся на бок. Обязательно используем какую-то подушку или полотенце, чтобы голова не заваривалась слишком сильно вниз, и плечо, которое болит, находится внизу. Выводим его немножечко вперёд, то есть из-под тела. Прямо не на нём лежим, а чуть-чуть больше на лопатке. Рука согнута в локте под 90 градусов, и плечо относительно корпуса тоже находится под 90 градусов. Противоположную руку верхнюю, вот как сейчас Даша положила, кладём на запястье и не сильно давим запястьем к полу, да, тянем запястье к полу. При этом вы должны ощущать натяжение в области плеча, небольшие ощущения дискомфорта, ни в коем случае не доводим до боли, тем более до избыточной боли. Просто снимаем натяжение и напряжение через растяжение спазмированных мышц. Ещё больше усиливаем кровоток в плечевом суставе для того, чтобы воспаление начало уходить. Выполняем это упражнение три раза, и давление фиксируем в течение 15-20 секунд. Следующее упражнение снимает напряжение с наружной группы мышц плеча. Что мы делаем? Берём ручку, сгибаем в локте, противоположной рукой тянем локоть для того, чтобы усилить натяжение наружной группы мышц плеча. Удерживаем 40 секунд и повторяем это упражнение три раза. В этом случае хорошо повторить упражнение и на противоположную сторону, чтобы сбалансировать мышцы относительно друг друга. Четвёртое упражнение позволит нам ещё больше снять напряжение суставной капсулы, раскрыть её, увеличить объём движения в суставе и снять воспаление, и, конечно же, уменьшить боль. Для этого нам понадобится стол. Подходим к нему, берёмся за стол снизу и стараемся его, как бы ощущение, что мы стараемся приподнять, усиливая как раз натяжение в области плеча. То есть растягиваем всю верхнюю конечность, всю руку, прям от плеча до запястья. Мы будем чувствовать натяжение и здесь, и в локте, и особенно в плече. Удерживаем 40 секунд, потом делаем шаг вперёд и усиливаем натяжение передней группы мышц плеча, усиливаем ещё большее растяжение суставной капсулы, натяжение, раскрытие. Удерживаем также 40 секунд и делаем шаг назад. Тоже удерживаем это положение в течение 40 секунд. Выполняйте эти упражнения регулярно, и боль быстро отступит. А также подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео о том, как заботиться о своём здоровье и как сохранить молодость и активность. Продолжение следует...